халопа чаны и что ж как с как обычно да вы жили ты ищешься и вот зачем ты ищешь болячки себе зачем все здоровье ничего у тебя нет да ничего нет объясняю сейчас рассказчик как раз вчера я поехал к стоматологу для того чтобы мне сняли швы с десны не в которую долбили хохлы именно хохлов я долбил блять десна делали операцию кисту вынимали вынули так не так а просто так положено что просто она зашивает потом так что зашили ее эту раночку не сказали через семь дней 5 через семь дней снимать и семь дней вот как раз таки вчера было стоматолог вы должен был снять нет на эти самые нитки но не снял только лишь пощупал такой пощупал пощупал не было больновато по приходу по приходу к подъезду собираю мокроту в горлышко стандарт харкаю и на удивление я точнее не на удивление я всегда смотрю пускай не в руку я тогда харкнул я харкнул на стенку увидел что в мокроте содержится кровь причем кровь в нормальном количестве не просто сгусточек да какой-нибудь а прилично там с одной стороны по одной стороне мокрота ну и по несколько больше и и такая леска целая кровяная тянется блять думаю я хорошо что не в руку если в руку каркнул пришлось бы домой заходить и показывать родителям вот что за хуйня но они мне даже без этого дерма сказали что это стоматолог стоматолог я там потрогал кровь и вот не из ранки выхлестнула или лишь бы о плохих последствиях не думать вот о чем люди все чем люди себя гложет сюда не я такой это все такие все ты бля понимаете были бы у меня бабки да опять же все о бабках почему все бабках возможно бы до этого бы не дошло вы знаете что я ипохондрик да еще когда с либо не либо не говорил это чуть что заболела сразу к врачу к врачу но у меня мечта была блять но видимо уже поздняя мечта проверить полностью организм полностью 90 100000 стоит что такое полностью организм проверить но это мечта мечта уже потому что кровь смокроты я вот терапевту попиздую посмотрим что он скажет но он скажешь что он искажет ничего не скажет на флюорографию меня не отправят потому что я ею дел 3 месяца назад 3 месяца назад а прошлую флюорографии dél 4 месяца назад а позапрошлую три месяца назад ее нужно раз golf раз полгода делать такое норму преувеличиваю до температуры у меня несколько понижена 36 и 1 но при тубике 36 там 37 по моему должно быть не знаю как при открытом вообще там пизда должна быть от выжили у тебя кровь не из легких идет ну блять не из легких тогда из органов внутреннего пищеварения язык такой уже на протяжении полугода года не живой и весь налете хуйня в том что летом 16 года у меня было кровотечение из жопы это анальное кровотечение тому подобное можете вести между прочим конченый youtube и за кровяную какашку забанил возможно кто-нибудь бы из вас мог бы определить что это за хуйня но нет ебаный youtube заблочил видео с какашка где этом показывать свою какашку блять кровавую врачи которые меня обследовали после вот этого всего дерьма не буду заново все рассказывать потому что на час на два не выявили ничего поверхностный гастрит обыкновенный и даже не про трещины в кишечнике ничего не сказали биопсию мне кишечника взяли через пару дней позвонил через пару дней неделю-две неделю-две сколько-то биопсии это делается кишечника колоскопии мне делали по этому траханию мне ничего не сказали вот я ждал биопсию биопсию я не узнал потому что врачиха съебалась в отпуск вот причем и подарил подарил я и блять кофе самое дорогое я человек добряшный кофе самое дорогое конфеты самые дорогие которые у дикси были блять красиво все такое подарил я блять как положено в узеньком маленьком пакетике блять подарочном ну без ленточек без ленточек тем не менее биопсию мне не сказали хотя она должна была сказать звонится я до нее не смог как потому что она в отпуске было после отпуска я уже другими делами стал заниматься от этого я нахуй и послал вот надеюсь точнее она нахуй меня послала если там вдруг действительно что-то серьезное было бы я бы естественно занялся собой ну а так когда неизвестно так неизвестно мокротой два года хуячу уже до скоро вот через три через три-четыре месяца будет как два года то есть май конец мая стал мокротить мокроту на тубик проверял в шестнадцатом году в начале шестнадцатого года в перхушку по-моему ездил единственный какого-то хрена когда я у меня организм настолько непредсказуем что знаете я когда иду на 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 анализы и от меня что-то требует там или поссать или посрать я несу и несу вы просто блять я могу есть 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 для того чтобы подготавливать себя к сранью но это сранье не выйдет вот вы блять сам сам у меня организм не хочет взять и понять что с ним происходит а голова моя великая должна знать я должен знать что со мной происходит такое отклонение кстати насчет здоровья у меня появилась в пятнадцатом где-то в пятнадцатом году до этого психическое состояние мое я оценивал как момент был такой когда я посмотрел документал очки блять про людоедов на ютубчике я некоторое время не мог жрать мясное сосиски там я до сих пор не могу например бледное есть бледные сосиски да поэтому я их стараюсь матери дочери заказывайте чтобы она была потемней они бледные бледные сосиски пиздает я отны сразу от них отворачиваюсь и в долгий ящик для гостей ложу потому что я бледное вообще не переношу как-то человечина мне это напоминает слишком такая хуйня глотать потом не было сложно как будто бы я сейчас подавлюсь это все мои отклонения в психике отклонения психики из-за чего вот вы пиздите мужелин ты накручиваешь накручиваешь вдольте вдольте накручив ребятушки не будь этой хуйни я бы сейчас был будь здоров да алкоголь сигареты далее дают тоже себе знать например панкреатит у меня насчет какашки сейчас попиздим как я стал антибиотики кстати принимать до этого какашка не такая была палочная у меня какашка в папу какашки в палочках не прям все в палочках но относительно можно просто даже невооруженным глазом увидеть что какашка у меня блять вот просто сейчас я вам возьму на примере блять не могу найти этих палочек блять зубных вот даже эту не буду ломать вот примерно отсидеть вот так вот в таких вот палочках у меня ну может быть чуть поменьше вот в таких вот палочки коросточки содержит содержится в кали в первом втором заходе вчера ночью точнее сегодня ночью у меня температура тридцать пять и один было но но потом я градусик перевернул я обратно перевернул смотрю тридцать пять и восемь сразу тридцать пять и девять но то что 35 1 я сразу пошел будет всех вот в туалет мне хотелось сходил три раза где-то за 20 минут это удивительно лично для меня и опять же калом с палочками вот калом с палочками на на калоскопию к калоскопии я делал я вам говорил кал инжектор нет называется когда 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 кал сдаешь просто какашку сдаешь каллограмму каллограмму сдавал недавно показалось что я к терапевту кстати после этого не ходил это родители узнавали что плохо перевариваю усваиваются белки белок плохо усваивается вот это из-за панкреатита буквально в декабре в ноябре месяце когда я вот как раз таки флюшку ездил сдавать причем за бабки потому что мне надо было сразу узнать что со мной и вы на узи в частную клинику я вам говорил рассказывал на стримах как я съездил как мне там сделали флюорографию даже щит не повесили даже щит понимаем то есть как правило в больничках городских если ешь в рентген гонологию на тебя навешивают каркас такой который защищает тебя от облучения там же вообще не на не навесили нисколечко ну просто он лежал в лес слева где-то врачика такая давай подходи к этому щитку подбородок подбородочник она не не соизволила опустить даже блять подбородок мне на носке на носочки пришлось блять вставать охуенно да даже вот здесь вот люди которым ты не платишь я за флюшку заплатил тысячу-тысячу полторы что такое и вот так вот поганые ебаные дури блять не сделали эту хуйню может быть мне не тубик может быть рак вполне вполне если мокрота с кровью это наверняка уже там серьезное говно я сказал что если вдруг у меня серьезная болезнь будет смертельная смертельная серьезно это уже панкратит там но не так смертельно если смертельная болезнь там 3 4 степень рака я пойду воевать да почему я пойду воевать куда-то в серию или на донбасс куда пускай пускай уж лучше так чем по ебанутым в кроватке да придется там таблетки чтобы как-то на ногах стоять автоматик держать вот обучение здесь придется пройти еда в жизни для тебя это все это шутки хуютки что вы думаете в добровольцы не возьмут возьмут по состоянию здоровья блять пушечное мясо думаете не нужно нужно пойду пушечным мясом обычным вот вот что я вам хотел сказать что в данный момент большие проблемы такая хуйня доживу ли я этот год я не знаю все давайте аду веке из мощатка